Встречаем начало этой новой недели вместе! Это передача Утренний Фрэш и я, ее ведущий Павел Михно. В этом выпуске поговорим о братьях наших меньших и познакомимся с другой полезной информацией. Не переключайтесь! Как всегда, для начала немного о погоде. В первый рабочий день на этой неделе на территории Гомельской области прогнозируется небольшая облачность без осадков. Температура воздуха составит 28 градусов тепла, ветер западный скоростью до 5 метров в секунду. Поговорим о братьях наших меньших. Собака из Японии стала настоящей звездой интернета. Она прославилась за счет некоторой схожести с поп-звездой Леди Гагой. Так считает хозяйка питомца породы Шитсу, которая смоделировала собаке прическу, как у певицы. Стрижка Боб с прямой челкой. Для сохранения образа пса приходится водить в парикмахерскую для животных каждые два месяца. А еще чаще раз в три недели подравнивать челку. Хозяйка делает это самостоятельно и часто выкладывает фотографии и видео со своим любимцем. Поклонников, которые с интересом наблюдают за жизнью собаки в сети, меньше не становится. Молодой человек поделился забавным снимком своей собаки. Питомец очень просился на улицу, и хозяин не отказал ему в таком удовольствии. Он отпустил пса, который недавно принял душ, и тот резво прямиком побежал на газон. При этом мужчина не учел одну деталь. Трава была только что скошена, и мокрая белая собака, недолго гулявшая по свежесрезанному газону, стала похожа на халка. Вы когда-нибудь задумывались, почему кошки боятся огурцов? При виде этого овоща они могут прийти в ужас. Ответить на вопрос с научной точки зрения взялись ученые. Они утверждают, что все дело в форме овоща, который часто напоминает змею. И именно этот факт сыграл решающую роль в формировании страха. Ведь когда-то, хоть и очень давно, кошки жили в дикой природе. А столкновение со змеей означало смерть или тяжелый бой. Поэтому при виде огурца, похожего на давнего врага, у кошек просто срабатывает инстинкт. Собаки и люди приблизительно одинаково обрабатывают речь. К такому выводу пришли ученые в Венгрии. Проверить это решили экспериментальным путем. После мониторинга активности мозга собак оказалось, что питомцы тоже улавливают человеческую речь и понимают значение слов. При этом ученые подчеркивают, что результаты исследования не доказывают приспособленность мозга собаки под обработку звуков речи. Но делают вывод о схожести строения мозга собаки и человека в плане ее обработки. Британские ученые нашли способ помирить кошку и собаку, которые живут под одной крышей, но не ладят друг с другом. Избежать конфликта между ними можно с помощью феромонов, действия которых успокаивающие. С их помощью можно регулировать взаимодействия настолько разных по характеру животных. Новый способ проверили в ходе эксперимента, по результатам которого получилось снизить агрессию питомцев. Под воздействием феромонов собаки не проявляли явного желания напасть на кошку. И кошки, в свою очередь, тоже меньше провоцировали конфликт. В одном из парков на юго-западе Китая провели Всемирный день слонов. Так организаторы этой благотворительной акции решили привлечь внимание неравнодушных людей к проблемам выживания и охраны азиатских слонов. Для 24-многих гигантов устроили праздничный банкет за длинным столом. Их угощали арбузами, бананами и другими лакомствами. Впрочем, масштаб праздника можно увидеть на этих фотографиях. По понедельникам в нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы «Диалог». Это руководители управлений и комитетов Гомельского облсполкома, предприятий и организаций. Открытый разговор помогает решить волнующие проблемы. Включайте телеканал «Беларусь и Терегомель» в понедельник в 19.20. В этом выпуске в рубрике «Есть вопрос» нотариус Светлана Белова расскажет о том, нужно ли делить имущество, приобретенное до вступления в брак. Не переключайтесь. Очень хороший вопрос. И в практике нотариусов он возникает довольно часто. Наверное, стоит сказать, какое имущество является личным. То есть имуществом одного из супругов. Это то имущество, которое приобреталось до брака, либо получено в дар, либо получено по наследству, при этом независимо от того, в браке это произошло, либо до заключения брака. Соответственно, это имущество является имуществом каждого из супругов. Есть возможность по законодательству признать это имущество общей совместной собственностью супруга в том случае, если в него будут произведены совместное вложение, которое значительно увеличит его стоимость. То есть это какая-то реконструкция, перепланировка. Законодательство не содержит понятия, что такое значительное вложение. То есть каждый раз этот вопрос решается индивидуально. Соответственно, если иное не предусмотрено брачным договором. Поэтому в брачном договоре можно предусмотреть, что такое имущество, даже если в него в период брака бы вкладывали совместно супруги, причем независимо из каких источников, из совместных, либо из имущества каждого из супругов, оно не будет являться общей совместной собственностью. То есть у супругов не будет равных прав на это имущество. А это имущество так и останется собственностью того супруга, на имя которого оно приобретено, соответственно, и зарегистрировано. Тоже, наверное, стоит сказать, что же такое брачный договор. Это соглашение, которое могут заключить между собой лица, которые вступают в брак. То есть есть такая возможность, потому что, ну, зачастую уже лица, вступающие в брак, имеют какое-то свое имущество и имеют необходимость решения вопросов об установлении, скажем так, собственности в отношении этого имущества. Соответственно, брачный договор очень хорошо и работает, и помогает в этом вопросе. Также брачный договор имеет право заключить супруги. Но тут стоит обратить внимание, что заключить его можно только до момента расторжения брака. То есть когда брак расторгнут, уже заключить брачный договор, к сожалению, будет нельзя. Но можно будет заключить другой договор, договор о разделе имущества, приобретенного в период брака. Скажем так, и тут нотариус сможет помочь в решении этих вопросов в бесспорном порядке. Брачный договор предоставляет очень широкие возможности решения вопросов имущественных, неимущественных, вопросов в отношении детей. То есть это очень хороший гражданско-правовой договор, который помогает и действительно работает. Причем работает не только в случае расторжения брака, но и на укрепление семьи. Тоже очень хорошо работает и помогает людям, которые разрешили все вопросы касательно имущества, свою семью сохранить. То есть там можно определить, какое имущество будет принадлежать каждому из супругов. Можно определить разные доли в имуществе. Можно определить порядок несения семейных расходов. Абсолютно различные вопросы, которые не противоречат законодательству. Его заключать разумно, его заключать целесообразно. Опять-таки в него можно вносить изменения, пока супруги в браке. Ну и, соответственно, если брачный договор имеет в себе условия отношения, в отношении недвижимого имущества, он подлежит обязательной государственной регистрации. Как провести остаток лета с пользой? Своими идеями на этот счет с нами поделились гомельчане. Они дали немало дельных советов и рассказали о проверенных и практически незатратных видах досуга. Меня зовут Денис Долганов. Мне 26 лет. В теннис я пришел в 2012 году. Видимо, меня вдохновила победа Виктории Азаринки на открытом чемпионате Австралии. Но я считаю, что любая физическая активность полезна для человека. А теннис как отличное хобби, как отличный досуг, который можно провести, побегать, расслабиться. Считаю, что каждый человек может попробовать поиграть в теннис. Но следить за своим здоровьем нужно обязательно. Людям с сердечными заболеваниями, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата лучше не стоит пробовать. В Гомеле отличные корты в дворце тенниса Олимпийского резерва. Он находится около Ледового дворца. Также в Белице есть хорошие корты. И скоро откроется чисто теннис на проспекте Октября. Там весь реквизит дают. Можно приходить спокойно играть. Как всегда, Новый день с вами встречали Утренний Фрэш и я, Павел Михно. Новая рабочая неделя в самом начале. Пусть она пройдет продуктивно, легко и спокойно. Улыбайтесь людям, и они будут дарить вам хорошее настроение в ответ. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok